А теперь о главном Курской области Беларуси. Связь, основанная на дружбе и выгодном сотрудничестве. Товарооборот уже достиг четверти миллиарда долларов. Губернатор Александр Михайлов вместе с официальной делегацией и представителями бизнес-сообщества 9 и 10 марта провел в Минске. Глава региона посетил предприятия потенциальных партнеров, а также встретился с президентом Беларуси Александром Лукашенко и премьером Андреем Кобяковым. Подробнее о деловом визите расскажет Юлия Комкина. Не с корабля на бал, а с самолета на деловые встречи. План визита курской делегации насыщен до предела. Завод Штадлер Минск. Белорусско-швейцарское предприятие производит вагоны для поездов и электричек, а также суперсовременные скоростные трамваи. Штадлер готов поставить на рельсы не только свою продукцию, но и сотрудничество с нашим регионам. Вопросы кооперации прямо на месте обсудили с предприятием «Вагонмаш». Правда, на 2015 договоренность о поставке комплектующих уже есть, а вот со следующего года вагончик тронется. Может быть, что это просто закупок, может быть, что мы можем делать наши сорсинг производства с ними. Это открыто. Агрокомбинат «Ждановичи» накормят караваем, предложат и другие вкусности. 18 тысяч гектаров земли, пашни и теплицы. Огурцы, томаты, перцы, капуста, картофель и розы. Прошли праздники, мы, естественно, сою всю розу продали здесь на внутреннем рынке, но планируем выход на российский рынок со своей продукцией, с цветами. Пока комбинат работает только на внутренний рынок, а также с Москвой и Питером. Хотят сотрудничать и с нами. Также для губернатора и всей делегации провели экскурсию в Государственном музее истории Великой Отечественной войны. Белорусский Государственный музей истории Великой Отечественной войны – это 4000 квадратных метров площади. На ней расположены сотни экспонатов. Это орудия, одежда, предметы быта. Особую страшную атмосферу создают вот такие видеоинсталляции. Александр Михайлов пообщался с ветеранами, участниками Курской битвы и вручил им памятные знаки. День второй – Минский автозавод. Несколько тысяч единиц техники уже работает в нашей области – автомобили и автобусы. К тому же в регионе действует дилерский центр МАЗа. В завершении визита – встреча с высшим руководством страны. Приветствие президента Лукашенко получилось не столько официальным, сколько теплым и дружеским. Наш диалог с руководством Курской области – один из наиболее активных и продуктивных. Ваш – это пятый визит в Беларусь. Хорошие результаты есть в нашем сотрудничестве. Даже в прошлом году, в сложном году, наш товарооборот, тем не менее, на 10% по отношению к 2013 году увеличился. Это великое дело. Мы когда-то в 2002 году, начиная или подписывая первый раз соглашение, говорили о том, вот бы выйти на 100 миллионов долларов когда-то товарооборота. Сегодня цифра, которая есть, конечно, она должна дальше в динамике получать развитие. Цифра – это внушительная четверть миллиарда долларов. Александр Михайлов встретился с премьером Беларуси Андреем Кобяковым. Как результат – несколько соглашений о сотрудничестве и план мероприятий на 2015-2016 годы. Так что продолжение следует. 250 миллионов товарооборот – это не предел. Мы считаем, что это еще недостаточно. Уровень недостаточный, вернее. И где-то за 300 мы должны обязательно выходить по итогам, может, нынешнего года.